Приветствую вас. Вот такое к вам конечно много сочувствия InGrip. Много тепла, нет снежности, я чувствую. Да, конечно вы вполне можете не вписываться в современный мир. Современный идеал, точнее не мир, а современный идеал красоты. Конечно вы можете в него не вписываться. Я думаю, что это нормально. Я также думаю, что много кто в него не вписывается еще, что не только вы в него не вписываете, что не вписывается на самом деле большое количество людей, но вот просто они это проживают не так. Но то что я хочу вам сказать, то что вы как мне кажется на протяжении всей своей жизни требовали и требуют и продолжают это делать, быть от себя кем-то, кем вы не являетесь. И гнобить себя за то, чтобы не так кем вы должны быть. Ну по вашему мнению например. Вот. Из-за этого, из-за того, что вы не можете быть той кем вы от себя требуете, забегая чуть вперед, по секрету скажу, что и слава Богу, что не можете быть, что вы являетесь собой и что вы в этом прекрасны. Из-за этого вы зажимали себя, свои желания, свои чувства, свои эмоции, свои переживания в этом все зажимали себя. Ну я думаю, что вы продолжаете это зажимать. Больше, меньше, но продолжаете это делать. Потому что считаете, что то, что вам хочется, можно получить только одним способом и так, как получают другие люди. Но вы, по сути, лишаете себя всех этих возможностей, получить то, что вам нужно именно по причине того, что воспринимаете себя как гадкого утюнка. То есть воспринимаете себя так, как будто с вами что-то не в порядке. Единственное, что с вами может быть не паскор, это то, что вы требуете себя быть кем-то другим, не слушаете себя, корите себя за то, как его есть. Единственное, что при таком раскладе, при таких вводных данных жить, вообще говоря, не сладко. Совсем не факт. Честно, честно. И я думаю, что вот работа, я вижу свою работу в том, чтобы помочь вам относиться к себе по-другому. Помочь вам раскрыть себя, помочь вам заметить в себе те вещи, которых вы сейчас не замечаете. Ну, например, когда вы начинаете свой текст с описания своей внешности, что вы чувствуете? Что вы хотите в этот момент, в этот момент, в этот момент? О... о чем думаете? В этот, в этот самый момент. То есть. Понимаете, да? Это все важно, очень важно, что все. Мне кажется, что вы вот привыкли действовать в одном таком вот направлении, что в одном таком движении, в одном таком действии и так далее. Вот вы пишите, что невезучая позития, что это такое? Невезучая позития вас уже спрашивают, что это такое. Я здесь могу в общем и целом только лишь сказать вам о том, что как психолог я не верю в случайность. Я не верю в то, что они бывают. Я не верю в то, что они происходят. Я думаю, что абсолютно все, что делает человек, зависит от него самого. Другой вопрос, насколько он это осознает. Если вы говорите, что вы невезучая, значит вы не осознаете того, что в вашей жизни происходит. Вы не осознаете своего могущества в своей жизни. Вы не осознаете того, насколько много вы определяете свои, насколько вы мощно и сильно это делаете. И, возможно, вам это осознает невыгодно, потому что если так, если это от меня, то получается, что ты самая ответственна. Ай-яй-яй. А так все. Так, ну я невезучая и все. Вот. А есть, между прочим, такая вот психологическая игра, которая называется Дано. Это когда человек снова и снова спрашивает совет, да, и снова и снова от любого совет отказывает. Вот почему я вспомнил эту игру. Потому что она, эта игра очень права. То есть, вам кажется, что вы ищите решение, вам кажется, что вы ищите решение. На самом деле, вы не ищите решение. На самом деле, вы ищите возможность доказать себе и другим, что вы безнадёжно спасете. Вот. Что вы... Вам нельзя помочь. Вот что вы просто доказали. Вот. И, как мне кажется, вы в глубине, опять же, души, и вы не верите в то, что можно что-то изменить, что-то можно. Вопрос в том, хотите ли вы. То есть, изменения вашей жизни могут, может, происходить в результате психотерапии. А этот процесс не будет правильным. Вот. Или вы хотите решить какую-то проблему. Но какую проблему? Отходя из того, что вы написали, это не очень понятно. По поводу того, что с вами что-то не так. Я вам могу, опять же, с уверенностью сказать, что все с вами так. Все с вами так. Все с вами хорошо. Единственное, это то, что вы к себе относитесь так, как будто вы вот той, какой вы есть, быть не должны. Повторюсь. Это единственное. Единственное, что вам, словно говоря, мешает быть собой. И все. Вот. То, что вы считаете, что вы какая-то не такая, да? То, что вы никак это не понимаете. Все держите в себе. Мы все думаем прочитывать себя настоящим. Вот. И создает ощущения. что вы как будто вы в клетке. Находитесь. Но это правда. Вы находитесь в клетке своего рода. Вот. Что человек, вы достаточно образованный. Человек, вы достаточно интеллектуальный. Вот. Но это мне надо сказать, что ваш интеллект может быть вашим врагом. Он ваш враг, в данном случае. К сожалению. Вот. В этом моменте здесь, ну вот, такой. Не самый, я бы сказал, самый приятный для вас. Но, в этом менее, это мне хочется верить довольно-таки. Искренне. Вы говорите, меня любили. Да. Меня любили. Вам ведь едва мало было, я так понимаю. То есть, вас-то любили, но как-то получилось интересно, что вас вроде бы любили, и вы пошли дальше искать. Что-то, там прям как-то мало было. Вот. В чем это правда? А то, что любить, вы... Любить себя вы позволяли? Любить себя. Но, позволять любить, недостаточно. У меня еще чувствовать, эм, чувствовать эм, контакт. с другим человеком, находиться в этом контакте с другим человеком. И вот тогда у вас будет шанс это любовь прочувствовать. Еще было бы неплохо иметь желание что-то делать для человека, что-то отдавать им, дарить им что-то. Тут, конечно, а цена, я бы сказал. Ну, в вашем случае, вы просто, знаете как, на костыль, вот, как будто на костыль, да? Человек для вас от костыль. И вы, вот, не много, не мало, да? Вы, вот, просто, как на костыль, на него опирались, опирались на те, кто вас любил. Даже не относясь с уважением к своему выбору. То есть, я про то, что, ну, вот, выбрали бы, там, с кем-то быть, с кем-то быть, да? Ну, допустим, там, не знаю, встречаться с этой женщиной, по которой вы, значит, ну, по которой вы специально, специально выбрали бы, с ней встречаться. Ну, так, ответить с уважением к своему выбору, раз, вот, я выбрал, значит, это мой выбор. Вот так, ну, видите, с кем-то уважением. О, нет, 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 вы говорите, ну, все равно ничего другого нет, вот, все равно больше не с кем, вот, ну, что бы я здесь поделал. Вот, видите, то есть вы отрицаете здесь свой выбор. И мне кажется, это очень серьезная проблема. Когда человек не принимает свой выбор, когда человек не осознает, что он его этот выбор сам, сам сделал, он его этот выбор сам совершил, Ну, начинается трудность. Начинается обвинение других, начинается, в том числе, вот, на мой взгляд, да, в том числе, ну, знаете, как, как, проживание в холостую, я бы так сказал, начинается, проживание в холостую, вот, так это, вот, в прямом смысле слова, вот, проживание жизни в холостую, получается, вот, в прямом смысле этого слова, вот. Потому что, ну, вот так, потому что, вот, ну, по-другому не бывает, к сожалению. Если вы, там, отрицаете то, что-то вы выбрали, если вы, там, не присваиваете себе вот этих решений. Ну, то есть, вот, с чем это связано, что, что вы себе не присваиваете этих решений? Наверное, какие-то основания у вас есть, для того, чтобы не присваивать себе этих решений. Может быть, там, я не знаю, чего-то вы появитесь, может быть, есть какой-то негативный опыт, опыт подстраивания этих решений, может быть, не знаю, есть, ну, в принципе, в принципе, страх, вот, например, принять решение, вот, то есть, как бы, ну, разные варианты есть, это понятно, что есть разные варианты. Ну, мне кажется, что нужно их поисследовать, то есть, как-то вот вы, вот, значит, в этой ситуации оказались, ну, вот в своей ситуации, вот такого рода вы оказались. И важно понять, каким образом, вот, боль, о которой вы говорите. Боль необходимо иметь проживать. Болю необходимо иметь обращаться, уметь жить. Я не говорю, что это будет легко, я не говорю, что это будет приятно. Но лучше, конечно, если с болью вы научитесь обращаться, потому что, то есть тогда, хотя бы, если вы научитесь обращаться со своей болью, вы сможете лучше чувствовать себя, вы сможете лучше понимать, что вы хотите, вы сможете лучше осознавать, что происходит с вами, вот, и вуаля, боль ещё не будет такой болезненный и так далее. Ну, это связано с тем, на мой взгляд, что вы, ну, что вы себе запрещаете, запрещаете, вы себе, ну, вот, её проживаете, эту, эту боль, я имею в виду, а вот, вы не позволяете себе её чувствовать, а она у вас есть, она никуда не девается. А будет, вот, по сути, что такое, это неудовлетворенная потребность, по большому счёту. Это вот то, что вы себе там, ну, что вы, ну, игнорировали себя, то, что вы не позволяли себя. Вот. Ну, на мой взгляд, по крайней мере. И сейчас это вот всё вам аукается. Если, например, вот вам в детстве, когда только формировалось, например, у вас представление о том, что, ну, какая вы это дали, вам хотелось одобрение любви, а вам этого не давали, или ставили условия только, или постоянно говорили, что вот, ты там, не знаю, не такая вот, какая, какой мы хотим тебя видеть, и прочее, прочее, прочее. Вот. Ну, так, конечно, вы будете начаться в одобрении любви, потому что ставят стабуль, прям, которую вы себе подавили из-за того, что к вам относились так, она по-прежнему вала. Но, вероятно, если вы будете её чувствовать, то будет вина. Вот. Будет чувство вины. Вы не должны чувствовать боль. Вот. Вы не должны обвинять, там, кого-то. Вы должны, там, я не знаю, злиться на кого-то. Ну, например, это я к примеру говорю. Вот. Да, она есть. Эти чувства, эти чувства, они есть, они никуда не деваются. Ходить у этого, не хотят, не хотят у этого, но, нет. Вот. И с этим, ну и на, что-то делать. Вот. У вас достаточно много такой иронии, я бы сказал, если вы умеете, ну, над собой смеяться, вы умеете иронию, но это не всегда хорошо. Это не всегда здорово, это не всегда позитивно. Вот. Ну, я не знаю, к сожалению или к счастью, вот, не всегда это хорошо. И в данном случае, вы склонны обесценивать, вот, все то, что чувствуете. Ну, 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 вот, я имею в виду, вы склонны обесценивать то, что вот к вам происходит. Вы, вы отмахиваете, все словно говоря, вот, как у своей неудачи, но при этом, эм, говорите что вы неудачи, что вы неудачи. Ну, например, ну, например. Вот немножко так не работают. Это работа, э-э-э-э вы бежите, вы убегаете от жизни. Таким образом. И понятно, что, убегая от жизни, вы боитесь потерять что-то, с одной стороны, с другой стороны, вы, убегая от жизни, зависеть от людей, это тоже, ну, вызывает тревогу очень большую, очень такую мощную, сильную тревогу, вот это нормально, что это вызывает, такие вот чувства, такие эмоции. Решаем ли это? Да, все это решаемо, все это решаемо, конечно. Ну, важно ваше желание, важно, чтобы вы хотели это делать, чтобы вы хотели это решать, чтобы вам это само, грубо говоря, было нужно. Вот. Потому что, если вам это не нужно, если вы там, грубо говоря, хотите быстро разворачивать проблему, то что нет, в таком случае, тут бесполезно. Ну, то есть, ничего не получится, к сожалению. Вот. Потому что, ну, это немножко не так работает, да, в психотерапиях, она работает по-другому. Она работает постепенно. Вот. Она работает шаг, шаг да шаг. Она работает в первую очередь на что наобратное манер, это вот, ваша жизнь. Вот. Ваша собственная жизнь. Что вам интересно, насколько нам интересно, если интересно. Вот. Что вас там, я не знаю, интересует, что вас там, я не знаю, вдохновляет. Что вам нравится. Что вам нравится. Если что-то, вообще, что вам нравится. Если что-то, что вам интересно. Вот. Если что-то, что вас привлекает. Ну, вот так вот, просто на скидку. На скидку. На скидку. Если что-то такое. Если есть. Замечательно. Нужно это развивать. Если нет. Но, если, если, если нет, то нужно искать, искать. Нужно искать, чтобы было. Искать, чтобы не находилось. Вот. Пока я достаточно, как бы сказать, отсётливо вижу, что вам ваша жизнь не интересна. Вот. Что вы, кхем, планируете себя на другие места, дескать, вот, реал. Такая и так далее. Ну, это немножко, с тупиковой почвы. Депрессия, кстати, вот, это вот, то, что вы описываете, да, депрессия. Ну, это дело как-то, я не думаю, что у вас была депрессия. Ну, не потому что я вам не верю. А потому что знаю, что, ну, и знаю, как это, депрессия выглядит, она не выглядит так, как вы описываете её. Если бы это была действительно депрессия, то вы бы совсем, ну, совсем иначе себя. Скорее всего, с чьей стороны бы. Совсем иначе. Совсем по-другому. Совсем. Ну, так, ну, да, вам было грубо, вам было грубо, но вам было тяжело, без словно. Без словно. Без словно. Без словно. Это не значит, на мой взгляд, что вы не можете играть в определенную игру. Это не значит, например, что вы не можете убегать от себя, убегать от ответственности и так далее. Это вот то, чем вы можете заниматься. Повторюсь, повторюсь, не потому что вы плохая, как это, не потому что с вами что-то не так, а потому что вы так привыкли. Правда, вот у вас привычка такая. У вас нет, вас никто не будет ругать или что-то еще меня. Мы здесь немножко не для этого, психологи не для этого. Вот научить вас? Да. Если вы хотите, конечно. Если хотите, то научим, научим, поможем. Вот. Ну, это как бы не быстрый процесс. Я повторил и повторял, и я говорил и скажу еще раз. Это не быстрый процесс. И вам нужно сформулировать запрос, чего вы хотите. Потому что, если вы говорите, что со мной что-то не так, ну нет. 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 С вами все нормально. Ну, то есть, я не могу принять точку зрения, да, что с вами что-то не в порядке. Я не вижу, вот я не вижу ничего, что указывало бы на то, что с вами что-то не в порядке, вот. Ну, это тоже можно подкрикировать, если вы хотите. То есть, понятно, пока что вам нужно от нас, я говорю, от психологов, что вам хочется. Вот. Если вот, допустим, сказать, что с вами все в порядке. Да? Да? Ну, к примеру. Вот. С вами все в порядке. С вами все хорошо. Вот. Значит. Ну, вы себя не знаете, например. Вот. Такой. Такой момент. И что, вот как вы, как вы относитесь к этому, что вы думаете об этом, например. Вот. Вот. На этом, мне кажется, нужно обратить ваше внимание. Да? Так. Так. Дальше. Значит. Все, девчонки. Ребята, меня все избегали. Вот тут вы идете по пути сравнивания. Спасибо. Спасибо. с другими людьми. Ну, то есть, вы себя сравниваете. Вот. Ну, где это не самое лучшее, я бы сказал. Вот. Мягко говоря, не самая лучшая идея сравнивать себя с кем-либо. Вот. Почему вы это делаете? Сразу возникает вопрос. И сразу появляется ответ. Потому что я должна быть такой же, как они. За мной тоже должны. За мной так же должны. Бегать ребят. За мной так же должны бегать малышки. Вот. Если. Если мальчики за мной не бегают. Если мальчики за мной не бегают. Значит, за мной что-то не так. Да? Вот. Ну, это. Это явно. Это выясниваете себя с другими людьми. Ну, а вы-то сами. Какая настоящая. Вот. Если вам, к примеру, ну вот, я не знаю, всем, допустим, нравится, ну, встречаться и статьи, а вам нравится учиться, например. Ну, вот, к примеру, я не говорю, что, что вы обязаны это делать, я не говорю, что вы должны это делать. А вот. А вот. А вот. Я про это говорю вот, ну, о вероятности. Вот я вот верю вероятность. Вот это вероятность. Вероятность. Ну, что. Главное, что-то другая. Что вы другая. Может быть. Что, вот, ну. Что, может быть, у вас немножко другие ценности и так далее. Может быть, вы просто, как бы сказать, вы слегка, а может быть, даже и не слегка отличаетесь от людей. Ну, с которыми, с которыми пытаетесь себя сравнивать. Ну, тогда. Вот, в таком случае, что будет. То есть, то, что вы делаете, это продаёте себя. Вот. Продолжайте себя продавать, когда говорите, что, значит, ну, что, я вот, там, чувствую, что со мной, там, что-то, что-то не так. Вот, продолжайте себя продавать. Чувствую, серьезно. Для меня это выглядит вот только-только-то так. Таким образом, для меня это выглядит. Очень, эээ, хотите версии, хотите нет, но очень, я бы сказал, больно это видеть, потому что больно это ощущать. Потому что, ну, чувствуется, что человек вы независимый, вот, чувствуется, что человек вы, во многом, что называется, творческий человек. Вот, это ощущается, это чувствуется, вот, и очень больно, когда, вот, человек такой, да, он вот пытается быть кем-то, 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 не знаю, на кого он не похож. Кем-то пытается быть такой человек, вот, кем он не является. Ну, я понимаю вас, я понимаю, что вы пытаетесь делать, я понимаю. Ну, мне кажется, что моя задача, как раз, заключается в том, чтобы помочь вам увидеть свою вот красоту, помочь вам увидеть свой, ну, уникальность, уникальность, уникальность своего рисунка. Вот, уникальность своей личности. В отрыве вот всех вот стереотипов, вот, в отрыве всех привычных взглядов на людей, на себя, на вас. И так далее. Вот. Вот. Вот, в принципе, то, что хотел вам сказать. На этом всё, наверное. Надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вы сделаете для себя какие-то выводы. Вот. Сейчас ещё посмотрю ваш текст, может быть, что-то пропустил. Так. Так. Угу. Документажил, что хотелось себе усложнять жизнь. Ингрид, вот ещё какой важный момент, что обращаясь к психологу и, например, обращаясь на психотерапию, вы идёте сознательно на усложнение своей жизни. Повысит вашу чувствительность, повысит, может быть, вашу болезненность, но это же станет вашим путём для нахождения себя, для, как бы, вашего развития, для вашего основания, для вашего замечания и для более полной жизни. Удачи вам, всего самого доброго. Я надеюсь, что обратная связь, которая у вас появится, вот на моё сообщение послушать начало психотерапии.